мы все ведь немножечко живем в мире иллюзий и вот эта иллюзия театральная иллюзия она наверное самая яркая и самая манящая потому что мы можем проживать во первых разные жизни а второе это ты можешь в этом укрыться от ежедневных проблем от переживаний от стрессов здорово что именно на этой выставке это ощущение передается что театр это не про состоятельность это не про деньги это просто про образ мысли про образ существования было одно спортивное мероприятие да она называлась закрытие олимпийских игр и как раз мне посчастливилось исполнять роль сергея дягил на меня это очень сильно повлияло как-то внутренне потому что моя наверное любовь и мое восхищение этим человеком в истории становления русского балета возвысилась просто на несколько ступеней еще в большей степени потому что всегда когда ты готовишь какую-то роль ты погружаешься в личность была даже забавная история как перед выходом была генеральная репетиция мы подготовили очень сложные усы чтобы было сходство с дягилевым и я их оставил на гримерном столике видимо уборщица которая убиралась подумала что это не какой-то там грязь какая-то материал и а у нас остается до выхода на сцену полтора часа и наш гример отрезала свои волосы чтобы сделать новые усы это было вообще конечно феерически но вот настолько все готовы жертвовать своим телом не только своей душой ради того чтобы воспеть и еще раз показать то влияние дягил на наш культуру моим первым спектаклем стал щелкунчик и оказался за кулисами мариинского театра где в полной мере я увидел и артистов в пачках и конечно яркие костюмы которые характеризовали эпоху или различных персонажей и естественно огромное количество бутафории это и сабли и ружья и пушки и когда ты видишь что мальчишки постарше выезжают как конница в щелкунчики в таких ростовых куклах то конечно это все очень поражает воображение и в этой сказке хочется оставаться подольше и постепенно постепенно эта сказка превращается в твою постоянную регулярную жизнь и мне кажется что это уже зависимость от которой невозможно избавиться русская душа имеет огромное отношение к становлению русского балета в целом потому что наверное только русский человек способен так страдать способен так радоваться способен так лениться или трудиться как никто другой потому что у нас все таки есть некоторые особенности в менталитете они заложены и вот этот симбиоз этих качеств он и дает тот наверное результат который мы имеем сегодня и и и и